Всем привет, друзья! Это озвучка 218 главы манги Ван Панчман. Я знаю, что уже вышла 221 глава, и нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы догнать её. Так что я делаю эти обзоры, озвучки старых глав, потому что рано или поздно у меня их просили бы. Поэтому я решил наверстать упущенное. За что я, конечно, извиняюсь, и такое больше не повторится. Уважаемые подписчики, мне не хотелось это вам говорить, я держался до последнего. Но сейчас мне просто необходима ваша поддержка в виде донатов, чтобы решить свои проблемы и, наконец-то, полноценно заняться своим каналом. Я понимаю, что я не вправе вас что-то просить, и я не вынуждаю вас этого делать. Просто если именно ты можешь хоть маленьким донатом помочь, то это будет большой поддержкой для меня и этого канала. Нас уже больше 96 тысяч человек, и скоро нас будет 100 тысяч, я надеюсь. И каждая маленькая помощь для меня будет огромной поддержкой. Мне жаль, что мне пришлось вот так вам это сказать. Просто дела сейчас у меня обстоят не очень хорошо, ибо доход от YouTube заблокирован, и вы мой последний шанс. Надеюсь, вы правильно меня поймёте. Огромное всем вам спасибо за поддержку. А теперь давайте перейдём к озвучке. Ван Баншман. 218 глава. Секретные данные. Стальной рыцарь поделал такую некудочную работу. Мы вбухали сотни миллиардов бюджета ассоциаций в дизайн. Защитные роботы взорвались из-за обычной неисправности. Это ужасно. Всё равно, что стичь пожертвования в канализацию. Я отправляю изображение с камер наблюдения. Посмотрим, какие оправдания он придумает. Ах, этот чувак всегда игнорит приказы главного штаба. Скажет, что это была неисправность, не так ли? Он ведь хвастался. Мол, эти роботы отпугнут монстров всех до единого. Уровень четвёртый. Уровень седьмой. Уровень девятый. Уровень десятый. Поразительно. Моя последняя разработка защитной системы была уничтожена. Хотя робот десятого уровня был успешно протестирован в бою с двумя захваченными монстрами демонического уровня одновременно. Доктор Бафой. Стальной рыцарь. Более того, тот, кто это сделал, абсолютно инновным в геройской ассоциации. Герой А-класса тридцать девятого ранга Лысый Плащ. Он всё ещё новичок. Принят в С-класс шестьдесят пять дней назад. Переведён в Б-класс сорок три дня назад. Повышен до А-класса два дня назад. Так быстро? Взломают кабазу данных ассоциаций. Может, ребятки что-то скрывают об этом в их сам плаще? Главные достижения. Усмирённый хулиган-ниндзя Соник в городе Зе. Помощь в уничтожении метеорита, падающего на городе Зе. Так он тоже там был? Помог победить морского короля в городе Дже. Принимал участие в битве против человека-монстра Гару в городе Зе. Что это? Его деятельность не вызывает вопросов. Кажется, он строит хороший послужной список. Хммм... Есть пара ремарок. Абсолютный рекордсмен в тесте на физическую нагрузку. Так это всё, что известно ассоциации. Но, основываясь на видеозаписи, он так же силён, как и С-класс. А может, даже сильнее, если есть хоть малейший шанс, что он станет моим врагом. Мне стоит приглядывать за ним. Два дня назад. Итак, причина сегодняшнего экстренного собрания – многочисленное свидетельство странных феноменов во время недавней миссии по уничтожению ассоциаций монстров. Существует большая вероятность, что они связаны с грядущим пророчеством «Земля в опасности». До тех пор, пока мы не согласуем сегодняшние версии, не сформируем официальную позицию, я прошу всех присутствующих держать всю информацию, которой мы обменяемся в этом зале в сторожащем секрете. Всем ясно? Понял. Ну, я как бы не возражаю, но... Мне не совсем понятно, почему вы хотите держать что-то в секрете, когда всё уже закончилось. Сейчас каждый, даже герой, может в любой момент превратиться в монстра. Нам следует быть осторожными. Прежде чем что-то обнародовать, мы должны быть уверены в наших мерах противодействия. Если мы объявим об этом сейчас, в обществе начнутся волнения. Осознание, что даже сосед по неведомой причине может стать монстром, может вызвать панику среди населения. Погодите секунду. Я реально не понимаю, о чём вы говорите. Давайте идти шаг за шагом. Вы сказали, что кто угодно может стать монстром. Милая маска, ты вообще читал отсчёт? К сожалению, я был на съёмках. Я здесь в качестве доверенного лица. Но мой график после этой встречи очень плотный. Так что просто объясните мне вкратце, если вас не затруднит. Я мог бы и начать. И хотел бы выделить три часа времени исключительно на рассказ о Саитами Сэнсея. Давай по сути. Лады? Лучше остановить Геннесса напоследок. Зомби-мен, офицер Ассоциации Монстров, бомж-император, с которым вы сражались, поделился с тобой подробностями о его уникальном случае монстрификации? Да, он сказал, что ещё будучи человеком, был одарён божественной силой, кем-то, кого он звал Бог. Ага, Бог? Во время боя я нашёл лазейку и схватил его. Я собирался заставить рассказать всё, что он знал. Но он вдруг начал рассыпаться в пепел и соль и упал замертво. Бог было последним, что он сказал. Судя по всему, его просто заставили замолчать. Ты случайно не слышал голоса в голове? Эээ, нет. Будучи в подземной части убежища вместе с лысым плащом и монако, мы столкнулись с чем-то. Эээ, монако? М-м-м, неважно. Это нечто предлагало дать нам силу. Но если сосуд недостоин, ему грозит уничтожение. Оно общалось с нами телепатически. О-о-о, теперь, когда ты упомянул, в его последние минуты он как будто что-то слышал. Судя по тому, как он себя вёл. Если это было так называемое уничтожение, можно предположить, что мы оба столкнулись с Богом. Бог? Ха-ха. Разве это не могла быть работа кого-то из офицеров Ассоциации Монстров? В конце концов, разве реальная личность Гёро-Гёро не оказалась человеческим эспером? Было бы неестественно, если бы только один из офицеров был наделён такой силой. Простых офицеров недостаточно, чтобы Бласт зашёл так далеко и действовал тайно. А-а? Бласт? Сич, ты ведь знаешь что-то о власти, не так ли? А-а? Хм-м. Он просил передать тебе привет. А-а? Чего? Хм-м. Говоря по правде, всё это время я охранил это в тайне до сего момента. Но последние двадцать лет он непрерывно сражается с этим Богом, с которым вы все столкнулись. А-а? А-а? Он, его напарник и многие другие ищут мистические кубы, способные превращать людей в монстров. Губы, значит? Он передавался из поколения в поколение. Некий артефакт, позволяющий вступать в контакт с Богом. Он собирал их и пытался проанализировать вместе со своими соратниками. И, наконец, два года назад, когда Бласт сражался с многоножкой старейшиной, он вошёл в контакт с Богом напрямую. Я дам тебе силу. Он отказался от сделки и выступил против Бога. А-а? Впервые об этом слышу. В те времена ассоциация не была достаточно сильна, чтобы выступить против такого противника. Ни один наш датчик не смог его засечь. Ради безопасности о существовании Бога по сей день знала лишь малая группа людей. И, чтобы защитить всех, Бласт исчез. Раскроем мы всю правду. Руководство посчитало бы, что мы уходим от ответственности, позволив многоножке сбежать. То есть, Бласт пытался найти решение сам? Я предполагал, что лидер С-класса имеет вескую причину не показываться. Но сражаться в одиночку, чтобы не ввязывать нас в это, он и впрямь чертовский крот. Как накладно. Ага. Рассказали бы вы всё раньше. Учитель Сайтама давно уже бы всё уладил. Нет-нет, причина, по которой только Бласт мог сражаться с Богом. В том, что он способен манипулировать пространством и временем. Ни один другой герой не способен на такое. Вы в этом уверены? Ага. У меня не было возможности добавить это в мой отчёт. Но я собираюсь рассказать вам о тактике, которая способна решить эту проблему. И он рассказал им о том, что случилось во время боя с Гару. Между Гару, Сайтамой и другими героями. Около четырёх часов спустя. А-а-а, как же долго. Милая маска ушёл в связи с плотным графиком. 90% его речи было о Сайтаме. Эй, Флэш, ты что, спишь? Для ниндзя ты не особо чёткий к сбору информации. Не находишь? Важен не размер, а содержание. Нет информации более ценной, чем об учителе Сайтаме. Ладно, угомонись. Но ты утверждаешь, что он улетел на Юпитер, уничтожил его, а затем вернулся? И кроме того, ты говоришь, что он вернулся во времени и изменил историю? Это немного странно. Даже Кингу вроде бы удавалось использовать только Луну в качестве груши для бития. Подлинность истории под вопросом. Нам нужно, чтобы Лысый Плаш сам подтвердил, действительно ли он победил Гарл. Да, кстати, об этом. Учитель утверждает, что ничего этого не помнит. А-а-а? Если ты решил петь дифирамбы своему хозяину, то хотя бы придумал ложь поправдоподобнее. А? Чё ты сказал? Эй, поспокойнее. В таком случае мы можем подтвердить это, спросив Гарл. Не так ли? Как прошёл его допрос с полицией? Он ведь сдался серебряному клыку, нет? По всей видимости, шок от последнего удара лишил его памяти. Да вы издеваетесь? Как можно забыть такие важные вещи? Так что, у нас нет вообще никаких подтверждений? Единственное, что мы можем утверждать, взаимодействие с измерением Бога стремительно возрастает. Со слов Бласта, должно быть в нашем измерении есть нечто призывающее его. И что это? Мы всё ещё изучаем данный вопрос. В любом случае, Бласт скоро вернётся к нам с планом контрмер. До тех пор наш главный приоритет — единство и сплочённость. Ведь предположительно, Бог заключает свои сделки, используя слабости людей. Говорите, единство? Что ж, жду не дождусь увидеть реализацию крупных реформ в ассоциации. Если услышите что-нибудь от Бласта, свяжитесь лысым плащом, учителем Сайтамой. Это всё, что нам нужно для контрмер. А теперь, если позволите... Эй, кибердемон! Чел, он и правда на нём помешан. Сич, передай Бласту кое-что от меня. Поспеши и закончи свой бой с этим богом, или как он там, чтобы сразиться со мной. Ты пожалеешь, что обошёл меня. До встречи! Эй, Флэш! Ха-ха-ха, сплочённость. Может ли быть что-то более невыполнимое? Он сломал свой лимитёр, но полностью облысел. Сломал лимитёр, значит... Раньше я думал, что лысый плащ – мелкая сошка кибердемона. Но кажется, всё наоборот. Без понятия, насколько правдива его история. Тем не менее... Сдаётся мне, я нашёл неогранённый алмаз. У кибердемона определённо есть всё для нахождения в С-классе. Чем же этот парень его так завлёк? Идеальный герой. Ха! Это была озвучка 218-й главы. Завтра выйдет обзор 219-й главы. А дальше и озвучка. Всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока! Поставь лайк этому видео. И подпишись на канал. Игорь Негода. У如何. Как. Если ваш английский азербайджий был в Синитопе. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...